Разновидности толстовок, худи и бомберы, которые так популярны у подростков, могут получить законный статус школьной формы. Все они вошли в предварительный стандарт одежды для учащихся, который был разработан по поручению Минпромторга. Как отнеслись рязанцы к такому нововведению? Какой они хотят видеть школьную форму? Обычный, строгой. Пиджак, брюки, туфли. Те внуки все, я бы к старой форме, когда мы учились. Единая форма, все одинаково ходили. Никто что-то не выкручивался, кто-то перед кем-то. Выбор должен стоять как за самими школьниками. Нужно провести опрос, ну во всяком случае, ну для средних классов, старшеклассников, да, уж там малыши понятно, за них все-таки больше родителей решают, а так почему бы и нет. Но опять же, если это будет носить формат там бомбера, да, какого-то все-таки более спокойного. Я думаю, классическая. Мой ребенок недавно увидел форму, в которой мы ходили. Классический фартук сказал, очень красивый, ей 12. Как раньше я училась в те советские времена, я считаю, что ребята должны быть все одинаковые в школе. Толстовки, как и любая школьная одежда, не должны будут содержать травмирующую фурнитуру. Помимо этого, на наряды нельзя наносить рисунки с запрещенной символикой и незаконной пропагандой. Надо отметить, что в новый стандарт формы вошли, конечно же, и классические платья, костюмы, сарафаны и блузки. Я хотела бы носить классическую форму. Чем она на себя нравится? Я к ней привык. Наверное, все-таки более современная, мне кажется. Ну, классическая как-то уже, мне кажется, устарела, как по мне. Поэтому, опускай вот носится в более современную форму. Ну, мне кажется, форма должна быть стильная, чтобы подчеркивался не только статус ученика, и чтобы не было каких-то отвлекающих моментов в форме, чтобы и учителям, и у ученикам было комфортно. Новый документ дает определение о школьной форме и значительно повышает требования к ней. В частности, она должна иметь хорошую воздухопроницаемость. Но не только. Здесь важны материалы, из которых форма будет сделана. Естественно, это натуральные материалы, потому что неважно, это ребенок либо взрослый, как бы тело должно дышать и не вызывать никаких аллергий. Предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре, однако он будет носить рекомендательный характер. Окончательное решение примут администрации отдельных школ.